Ремесло, как и наша жизнь, не стоит на одном месте. Вместе с ходом истории оно трансформируется, меняется, подстраивается под современную действительность. Здравствуйте, с вами я, Айгуль Баранукова, и в рамках программы «Ремесло» сегодня хочу познакомить вас с человеком, чьи руки творят прекрасно. Причем, несмотря на новизну, которая присутствует в нашей современной жизни, героиня нашей передачи часто обращается к истории, исследует обычаи и традиции народов Северного Кавказа. Ну, обо всем по порядку. Все эти красивые национальные наряды – результат кропотливой работы Зимфиры Бигбулатовой, модельера и дизайнера по пошиву одежды. Она профессионал в своем деле. В ее небольшой мастерской можно увидеть разнообразные швейные машинки. От раритетной Зингер, которая незаменима при работе с плотной или толстой тканью, до суперсовременной. Именно на этом швейном оборудовании Зимфира и создает невероятные коллекции национальных нарядов, выкройка которых отличается особой сложностью. Вот уже на протяжении 15 лет Зимфира изучает особенности национальной одежды и работает над возрождением традиционной техники ее изготовления. Сколько времени уходит на создание одного костюма? Смотря какой костюм. Если в этом костюме используется много ручной работы, это занимает, конечно, очень много времени. Но если это только красивая ткань и безручной работы, тогда этот процесс проходит быстрее. Но если ручная работа, как свадебное платье или что-то такое индивидуальное и экспонат какой-то индивидуально заказанный, то туда времени уходит, конечно, намного больше. Ручная работа – это очень интересная тема, на мой взгляд. Расскажите, пожалуйста, какого вида ручные работы у вас имеются? Помимо того, что где-то мы вышиваем бисером, стразами, камнями, помимо этого мы работаем с орнаментами, с аппликацией. В основном с творческими коллективами мы работаем с орнаментами, как я еще раз повторяюсь. И мы берем за основу один элемент орнамента, согласованный с клиентом, и парча обрабатывается в несколько слоев разными тканями, проклеивающими. И потом, приклеиваясь к ткани, мы обшиваем это все вручную на машинке. Вроде бы и машинная работа, но вроде бы и ручной работы очень много присутствует. И заодно потом украшаем разной фурнитурой. Например, какая фурнитура? Стразы, камни, бусы. Смотря что подходит в данный момент. А с чем легче вам работать? С бисером, со стразами? Что легче удается? Легче, конечно, легче и быстрее работать со стразами и камнями. Бисер все равно трудоемкий процесс. Сказать, что где-то лучше, где-то интереснее я не могу. Каждый процесс по-своему интересен. Но после второй примерки, когда уже человек начинает видеть полуготовое изделие, уже как-то проясняется, что из него получится, тогда, конечно, интереснее. И дальше двигаться намного быстрее. А ткань? Вот как-то ткани же тоже подразделяются. С какой тканью больше предпочитаете работать? С костюмными тканями работать легче, поэтому предпочтение к ним. Но очень даже интересно, когда свадебные шьешь, шелк, атлас, парча. Используем все. Смотря по какому назначению. Сказать, что с чем-то легче, с чем-то труднее, я бы не сказала. Вы уже немало лет работаете в этой отрасли. Может, у вас уже сработана своя какая-то индивидуальная техника работы. Но есть что-то такое определенное, свое? Работа с орнаментами, с аппликацией. Вот это, скорее всего, больше нам удается как-то воплотить. Тут мы можем рисовать любой рисунок, что мы хотим, что хотим мы, что хотят клиенты, и воплощать эту идею в жизнь. Отделочная тесьма и ленты – самые древние элементы швейной фурнитуры. В наши дни они также остаются актуальными и современными. Тесьма может быть металлизированной, вязаной, ажурной, атласной, окантовочной и так далее. А лента – корсажной, прикладной, липучей. При этом их ширина, расцветка, плетение могут быть самыми разными. Земфира, как и многие именитые дизайнеры, используют их при создании собственных изделий. Свадьба – это самое яркое, незабываемое и красивое событие в жизни каждой девушки. Земфира – любительница дарит людям радость. Доказательством тому являются ее национальные свадебные платья. Изготовление подобного костюма – долгий и кропотливый труд, требующий особого эстетического вкуса, проработку каждой и даже самой мельчайшей детали вышивки. Свадебная мода по сей день, можно сказать, это этносовременность. Приходя, каждая девушка пытается воплотить, одевая, например, костюм к горянке коньяжны, в то же время хочет выглядеть, как современная принцесса. Востребованность сейчас очень большая. Я не скажу, что в каком-то узком кругу, вот именно в этническом стиле или в современном, они стараются сейчас перемешивать все в одно. И смешивание времен и стилей, и традиций, и все это воплощается в одном платье. И как бы получается... Да, это не просто. Да, ну и как вам удается? Какие основные элементы сейчас присущи национальным платьям, современным? Если раньше, несколько лет тому назад, в основном заказывали белые платья, молочные, а сейчас очень мода пошла на цветные платья. В нашей местности очень часто заказывают бордовые, зеленые, и очень это как бы смотрится как-то очень по-старинному, и в то же время актуально и в наше время. Помимо свадебных платьев, нам известно, что вы еще шьете художественным коллективом костюмы, да, как мужской половине, так и женской. Пожалуйста, вот про это расскажите. Ну, у нас обшиваются разные коллективы. Тут, работая с коллективами, тут уже другие мотивы, берутся другие мотивы за основу. Когда шьем на сцену, самое главное, чтобы костюмы были яркими, соответствовали танцу, орнаменты почетче, где-то погрубее, где-то понежнее, смотря какой танец. Ну, в основном яркие, четкие, чтобы со сцены зритель мог увидеть, как бы, и понять всю красоту, как танца, так и костюма. Костюма. Например, приходит один коллектив художественный, хочет костюмы. Вы вместе садитесь, выбираете и орнаменты, и все? Или все-таки заказчик приходит со своей идеей? Как в этом плане? В основном и заказчик приходит, они нам говорят свои требования, свои, что они хотят. И, исходя из этого, мы начинаем предлагать им ткани разных цветов, фактур. И самое главное на сцене, чтобы оно и обтягивало, как фигуру, чтобы сидело хорошо, но в то же время не скрывало движения. Это самое главное в костюме, именно в сценическом. Из самых красивых и высококачественных тканей невозможно создать красивую одежду, если не использовать швейную фурнитуру. Именно она придает изделиям функциональность, а также открывает практически неограниченные возможности для дизайна. Фактически, фурнитура появилась одновременно с началом пошива одежды, и ее элементы эволюционировали, меняясь течением времени. Одной из наиболее востребованных разновидностей швейной фурнитуры, буквально с момента своего изобретения и до настоящего времени, являются пуговицы. Они присутствуют в том или ином виде практически на всех видах современной одежды, причем не только по непосредственному функциональному назначению, но и в качестве декоративного оформления. Вся современная фурнитура для одежды подразделяется на два больших класса – декоративная и функциональная. Производится из безопасных материалов повышенной прочности, с учетом модных тенденций и стилей, рассказывает дизайнер. Где-то мы сами придумываем, где-то берем с других источников. У каждого народа как бы свои какие-то орнаменты. У астин более такие мягкие, цветочные, у других народов более грубые. Где-то у кого-то заостренные концы, у кого-то плавные завитки. Поэтому тут мы смешиваем все в одно. И мы руководствуемся красотой. Хорошая фраза. Мы руководствуемся красотой, вы сказали сейчас. Но что такое красота? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну, красота в понимании каждого человека своя. Но в данный момент в нашей профессии это красота, образ целого платья. Это итог, что у нас получается. И как бы если все соответствует друг другу, мы считаем, что мы достигли цели. И если и ткань, и фактура, и орнамент, и образ, который мы хотим воплотить в жизнь. Ну, все в совокупности. Для нас это красота, которую мы достигли каким-то определенным трудом. Шитьем Земфира увлекалась еще в детстве, когда для своих кукол создавала миниатюрные наряды. Сначала эскиз будущего платья вырисовывался на бумаге. Каждая деталь нового шедевра обдумывалась до мелочей. Умение рисовать и любовь к шитью подсказывали выбор будущей профессии. Но вышло так, и героиня нашей программы выбрала путь экономиста. Потом и учителя. Однако зов сердца и стремление творить красоту взяли вверх. И девушка попробовала себя в качестве швеи. Первые успехи толкнули ее на большие. И сейчас она не представляет себе жизни без не просто выбранной, а как будто вновь обретенной профессии. Ведь тяга к работе с тканью ей передалась по наследству. Ну, с детства я видела, как мама шьет. И, находясь все время рядом с матерью, повторяла за ней все, что она делает. Пыталась, строила из себя что-то там, пыталась помогать, где-то помогать, а где-то и испорчить что-то. Вот так вот и получилось, что мать, наверное, заинтересовала, видя, что у меня тяга какая-то. Скажите, чем вдохновляетесь? Откуда приходят идеи на то или иное платье, одежду, там все, что вы творите? Чем вдохновляетесь? Каждый человек вдохновляется с каких-то поверхностей. Но у меня этнические образы прошлых поколений. И мы в основном стараемся в коллективе воспроизвести этнические образы, этнические орнаменты используем более не современные, а более старинные какие-то и узоры, и... Узоры, орнаменты. Также, видя, как наши местные танцы, как они на сцене вот это все воплощают в танцах, их видя, ну, и сразу в голове рождаются новые образы, новые мысли, новые ткани и фактуры проходят перед глазами, и сразу вот выплывает образ нового костюма. Покрой кавказского платья строг, но практичен. Скрывает недостатки и подчеркивает достоинства фигуры. Отличается богатым декором. Черкесска – русское название верхней мужской одежды – кафтана, которая была распространена в обиходе фактически у всех народов Кавказа. В настоящее время Черкесска практически вышла из употребления как повседневная одежда, но сохранила свой статус как парадная или праздничная. Зимфира, а это что у нас? Полочка написана, спинка, так интересно. Это что будет вообще? Это у нас будет черкесска, бешмет, черкесска, то, как привык называть. И сам крой черкесски сам по себе очень интересный. Она обтягивает, верхняя часть черкесски обтягивает по фигуре, чтобы человеку было удобно. От талии вниз она расклешается за счет двух швов. И очень удобно при ходьбе, при верховой езде. То есть это мужской наряд? Да, это, конечно, мужской наряд. И вот мы воплощаем жизнь. А выкройки, вы где их берете вообще, откуда они появляются? Ну, выкройка в основном одна и та же, черкесски все по одному крою краются, а там уже размеры, конечно, разные. С размерами... Индивидуально уже, да, под каждого? Вот место специально оставляете? Да, это у нас припуски будут, так как мы нарисовали без припусков. Теперь... А вообще вы где-то обучались этому? Да, я обучалась. А в самоучках? Нет, я обучалась. Кройки и шитью, да? А сколько вообще обучаются этому? Долго, нет? Ну, в разных учебных соведениях по-разному. Я училась всего лишь год. Ну, больше налегала на практику. Вот у нас получилась спинка. Вот такая вот интересная и обычная. А это вот длинная, это что будет? Это у нас длина изделия. Как-то у нас неровно вырезана. Сюда мы будем пришивать клинья, которые расклешаются к низу и дают свободу. У нас будет вот так вот пришито. И оно будет расклешенное к низу. Вот такой вот интересный крой. Это национальная черкесская одежда была, да? Мужская. Мужская национальная одежда. Под названием черкесская. Черкесская. Тоже с газырями. С газырями. Вот вы сегодня это начали как бы кроить, да? И сколько еще процесс будет длиться? Когда будет готов? Ну, если вплотную заниматься, мужской костюм шьется легче, чем женский. И за день, максимум за два, можно отшить это изделие. Помимо взрослых национальных костюмов, мы видим у вас еще и детские. Пожалуйста, расскажите о них. Ну да, наряду со взрослыми мы, конечно, шьем и детские. Детские еще интереснее. Работать с тетьми, видеть их восторженные взгляды, они более такие... С эмоциями. С эмоциями. И в их глазах сразу видно, нравится ребенку или нет. В основном бывает так, что когда одеваем костюм на примерку или в законченном виде, они не снимая уходят отсюда. Это очень даже радует, когда видишь, что хоть кто-то доволен твоей работой. Да, это, конечно, очень отрадно. А бывало, что вот сшили, человек пришел, примерил и не нравится? Ну вот что в таком смысле? Это бывает очень часто, потому что они представляют одно, как бы они могут это выразить. И вот надо... В основном бывает, что... Они не могут это выразить. И наша задача попасть под вкус клиента и понять, что он хочет. В основном все... Стараемся, чтобы все уходили довольными. Головные уборы национальных нарядов всегда имели разнообразные формы, которые связывались с различными периодами жизни. К примеру, девочка ходила в платке или даже с открытой головой. Но когда она созревала для замужества, то надевала так называемую золотую шапочку, которую носила и после замужества до рождения первого ребенка. Шапочка имела высокий твердый околыш, окрашенный золотой или серебряной вышивкой, закругленную конусообразную или плоскую верхушку из сукна или бархата, украшенную галунами, а иногда и серебряной шищечкой на верхушке. Стоит отметить, раньше в почете было серебро, нежели золото. Поверх шапочки накидывался тонкий шелковый платок, конец которого заматывался вокруг шеи. Женский головной убор, надевавшийся после рождения первого ребенка, состоял из небольшого платка темного цвета. Волосы молодой матери при этом были совершенно скрыты. Платье и шаль дарил женщине ее отец к рождению первого внука или внучки. Перемена головного убора отмечала периоды отрочества, половой зрелости и перехода в разряд женщин-матерей. Одним из атрибутов национального платья также является шапочка. В шапочке мы делаем разные формы под разные костюмы. Например, делаем шапку-купол, а также с орнаментами, без орнаментов. это уже по желанию клиента. И делаем также так называемую осетинскую шапку. Они имеют совсем разные формы. За основу шапок мы берем картон плотный, обтягиваем тканью и ткань заранее на ткани вышиваем, наносим рисунок, а потом уже обтягиваем на картон. Этот процесс занимает у нас очень много времени, очень трудоемкий. а потом уже готовый каркас разукрашиваем всем, чем можно, чем хотели. Например, чем? Чем? Вот тут у нас, как вы видите, идут стразы, стразы и камни. На основе парча, на велюре вышивка парчой и также разукрашена камнями и стразами. Это у нас будет детский, это у нас будет детская шапочка. Сейчас мы пришьем газырницу и будем собирать уже черкеску на вторую примерку. в руках у зимки. почти готовый кавказский военный наряд. Это будет характерный длинный плащ черкеска и специальные нагрудные кармашки. Однако, мало кто знает, что эти кармашки, перехваченные тесьмой, носили название газыри и были незаменимы в бою. В них горцы носили порох и пули, чтобы в любой момент перезарядить оружие. Газыри изготавливали из слоновой кости и по своему виду они напоминали небольшие герметичные пеналы. Парадные газыри иногда изготавливали из серебра и они служили не только патронташем, но и украшением наряда. Ценнейшее качество газырей это герметичность. Порох в такой емкости не намокал ни при каких условиях. Воин мог скакать верхом, лежать на земле, даже попасть под дождь. Порох оставался сухим и мог быть использован по назначению в любой момент. Также исключительно важно, чтобы газыри крепились к нагрудным карманам под специальным углом и в случае необходимости могли защитить грудную клетку от любого удара. Тот, кто видел хотя бы раз в жизни традиционный костюм народов Кавказа, не останется к нему равнодушным. Красочность материала, крой, насыщенность цветовой гаммы, великолепные и богатые орнаменты все это придает национальному костюму изящество, стать и торжественный вид. Именно такими и являются работы Земфиры Бекбулатовой, ведь она в каждый свой наряд вкладывает всю свою душу и талант. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok